Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А мама, потому что я с той груши брал сварога веточки, я вам показывал, ну так что 10 сифиметров Вот, значит я взял веточку, замену которой, вот она замена, да, подготовленная Много не удается посадить, земли там у нас нет в России Куда их садить? Я бы их 10-20, вот И вот при этом, что она такая загущенная, но это молодая, на ней уже был урожай, я вам показывал, я подходил, лежат внизу груши, я их поднимаю, показывал, крупная, отборная Вот так вот ее мамочка, которая сейчас лет 30, да, она где-то при всей этой загущенности, она же такая же загущенная была, я ее не формировал, поэтому она и выросла до 10 метров Вот, 30-40 ведра Ну что мне это самое, калечить ее, если она, ее мама дает 30-40 ведра, и она будет давать 30-40 ведра Вот, а вот я пишу, торговцы смертью победили, вы понимаете, взяв, отпилив у дерева, живую, я не слепой, это живая ветка, живую ветку Искалечить дерево для того, чтобы вам пихнуть, что? Лучшее средство для замазывания ран, так нет Вот так вот Часть вот этих самых существует, часть этих сайтов, или как там, каналов, существует только за счет рекламы Им надо, им плевать, что вы погубите деревья Им надо доказать, что пусть пилят Вот, вот вам яд, мой этот самый, замазка, замазите, и у вас будет как раз здоровье Я никогда не мог понять, как они нас убедили, миллионы, что вот сюда не пойдет мороз Вот как, вот как, не понимаю я У меня был друг, который, это самое, с которым я дружил много лет Ну, исполосовала ноги, сплошные шрамы, инвалид Попал в такую переделку, что исполосовала ноги Вот, вернее ногу в ногу Одна нога здоровая, одна больная То есть, вот эта, со шрамами Вся нога со шрамами мучила его это Все время в буты ходил, все время в теплых тосках Она все время мерзла Ну, неужели непонятно, что она замерзнет, а? Почему это каждый человек сам догадаться не может? Почему торжествуют вот эти сволочи? И вот я сейчас все так, немножко приведу, постараюсь немножко с юмором А то грустно Вот, смотрите, представляем, что врач отпилил ногу пациенту Чтобы продать ему костыли И Лучше бы две ноги, чтобы продать инвалидную коляску Вы чувствуете аналогию? Вы скажите, вы чувствуете аналогию? Отпилить ногу, здоровую ногу Кто сказал, что эта ветка была нездоровая? И на ней бы несколько ветер и плодок каждый год не висела Кто сказал? Тот рисунок делал, вот этот снимал, он же ее использовал только как реклама Ему плевать, что эта ветка будет плодоносила бы Но это не все Пример хороший Отпилить ногу человеку, чтобы продать костыли Насяли одну А, ну да, тогда у него еще костыли заменят одну ногу Тогда давайте обе Зато инвалидную теперь Купи инвалидную коляску И все Ты будешь ездить Зачем тебе Инвалидную это ноги На коляске же удобнее И продадут Вот Ну и юмор из фильма Юмор из фильма Сейчас я еще вспомню Дайте мне минутку Передача городок Стоянов и второй фамилий уже забыл Значит он лежит На кровати С отпиленной ногой Подходит доктор Вот Все в порядке Операция Там еще по-моему ошибка была Не ошибка, но факт то, что ногу отпилили И вот ногу отпилили А возле кровати стоят два прекрасных новеньких туфля Туфли Вот И что теперь делать Нога-то одна Врач взял эти Туфли Ну якобы врач Артист Повертел Ну как? Дальше догадались Туфли-то Зачем им одна туфля Вот Подождите А у туфли говорят Готовьте к операции Вторую ногу отрежем Вот это И есть Для них Вот для этих самых Вот Заодно зацеплю Я не могу видеть Когда Я листал эту книгу Вот эту, да Вот что-то вы уже видели Ну несколько страниц я вам показал Вот это вот Получается, что Комедия течения А коротко Это болезнь оказывается Вот Эта дурь преследует Россию И все садоводство Включая науку Науку Это не простые люди Это учителя наши Советских времен Тогда нельзя было просто так Взял, как я все жили Что хочу-то говорю У меня никто и не приедет Этот самый Хоть я Набрался наглости К президенту обращаюсь Но ко мне Воронок не приедет Из-за этого Я славлю Вернее Позорю всю науку И все равно Не приедет Воронок Сейчас Вместо Того, чтобы За декоритацию Посадить Железова Сейчас просто Всем на все наплевать Все равно Никто не ушел Вот Но в то время Чтобы такую книгу Напечатать Тогда было Самое настоящее Как оно Назалось раньше-то Самое настоящее О, все Пора завязывать Сейчас Самое настоящее Когда Запрещают Печататься А чтобы вспомнить Я вспомню Когда-то вспоминал Ладно Отбрался Но недалеко Приносит Рассказывает Один из наших Заметных писателей Но у меня Заметных Фамилия Я уже не помню Вот Роман А ему Отказывают Он говорит Издатели Почему? Вы прощите Первую фразу А первая фраза Звучала так Еще не наступил Рассвет А в состоянии Дураков Уже кипела Работа Вот Ну и что? Вы что Не поняли Что вы намекаете На нашу Страну Еще не наступил Рассвет А в состоянии Дураков Кипела Работа Вот так же Как и здесь Итак Что я хотел сказать Что у нас В то время Существовало Все попало Не печатали У нас существовало Да У меня некоторые слова Начали выпадать Я уверен Что она у всех У вас уже на языке вертится У нас существовало Ну Я уверен Что потом Кто-то Напишет мне это слово Когда будет второй этап Когда мы перейдем В другую комнату Все одно обидно Что я не могу вспомнить Ладно Так вот Это было узаконено Слово Шукомедия течения Это болезнь Которая сопровождается Уделением Вроде бы Правильно написано Во-первых Не просто болезнь А именно Нарушение Структуры самого дерева То есть Часть дерева Часть клеток Часть сосудов Замерзла И умерла Вот И тогда выделяется Комет Чтобы раны Наружные заделать Это Вот И здесь Самое страшное Вот Я говорю Я уже всю науку Начинаю ненавидеть Как можно так Когда рана Зажила И у меня Сотни фотографий Раны Заживают Их нельзя Подходить Они Дерево с этими ранами У меня Десятки лет Живут Что здесь написано Зачищает Удаляет Удаляет Комет Чем думали Вы понимаете Где-то В 19 веке Кто-то один Раз Тряпнул Где-то С этого Лёц Прочитал Студенты Разнесли Студенты Стали профессорами И никому В голову Они Такое впечатление Никто из этих Поколения за поколением Поколение за поколением В 19 20 20 Они Ничего Никогда Не выращивали Тут Не надо Быть этим Спинозой Не надо Быть Семипядей Во лбу Не надо Нужно только Под этих Дерево Увидеть Эту самую Кометию Это знаете Я когда Лисал Эту книгу У меня их много И в свое время У меня их Начали Знаю Что Выбрасывать У меня Библиотеки Начали Они же Меня знают Я же Много По телевидению Выступал А мы Будем Выбрасывать Выбрасывать Книги По садоводству И мне 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 Вот теперь Это Пользовать Никакая А сколько Вреда Было Сейчас Ужас Прихожу Волосы У меня Вот Отрастают Размером Миллиметра И тело Дыбом Становится Удаляет Кометь Ну Хоть бы Один Профессор Что Вы делаете Чему Вы Людей Учите Они Своими руками Деревья Убивает Сто тысяч Эземпляров Цена Рублей Восемь Это Цена Серебря А потом Я пишу Потом Покрасит Нарежут Рант Она Делает Потом Покрасит Белой Краской Потом Спилит Вот Видите Видите Что Делается Помните Как Надо Переводить Вертикальный Побег Центральный Проводить На Боковой Вот Перевел Но Этого Никто Не Видит Такое Псение Что Они Вообще Сады Не Вращивали Получил Диплом Значит Готов Можно Иметь Диплом Красный Но При Этом Ничего Не Знать И Не Понимать И Не Уметь Знаете Мне Хажется Почему Я Разговаривал Что У меня На Здесь Право Я Обвиняю На Уху В Этой Подлости Вот 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 И У меня Есть Такое Право Какое Право Сейчас Скажу Значит Уступать С Таких Нуж Как бы Сказать Гражданских Позиций Я Такое Право Заработал Всей Свою Жизнь Вот А Вы Что Не Надо Это Само Замазывать Только Потому Что Это Тогда Не Зарастет А Вот Это Интересное Явление Злосчастное Дерево Которому Я Не Подходил Секатором То Что Вы Видите Вот Чик 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 Это Потом Это Последствия Аварии Что Такое Авария У У меня Есть Фильмы Это Интересный Момент Почему Он Характеризует Само Дерево Что Надо Довести Его До Такого Состояния Я Его Довел Как Довел Сейчас Объяснил Надо Довести До Такого Состояния Чтобы Оно Выдало Все Свои Тайны Вы Представляете Ребята Перед Нами Все Тайны Дерево Почти Все Дело Было Так Я Привек Узел Естественно Нижние Ветки Ничего Не Оно Росло Оно Прекрасно Плодоносило Здесь Было Раз Два Три Четыре Пять Пять Побегов Пять сортов Вот А это Сибирь Тут уж я ничего Поделать не мог Шестая Ветка То есть Шестая Она Была Как сказать Вот это место Что вы видите Внизу Вот этого Таранжевого На этой ветке Превти не было Вот Она просто Рухнула Под урожаем Так Дальше Ну рухнула Рухнула Я ее Ничего себе делать не стал Краской замазал По тем временам Конечно Она зарасти не могла Видите Пыталась зарасти На этом все Нет Не все Друзья То есть Прошли годы Примерно Два-три года назад Я фильм снимал Я ставил рядом Вот овец Который Самый левый Вот Тарез торчит Вот Она рухнула И я с нее собрал На ваших глазах Пять везер Но разве может А деревья Они хрупкие Уже То что вот это Начало падать Вот уже здесь Огромное Повреждение Внутреннее Согласитесь Я не виноват Почему Ей Прекрасной Южному Сорту Делать Сибири Нечего Вообще Если я набрался Наглости У меня были Плюсы и минусы Это прививка На маньчжурский На уссурийскую Дикую грушу Она ей придала Морозостойку Какую-то крепость И она мне дала Много-много Наверное Может быть Сто Может двести Ну пусть даже Пятьдесят Сто Тире Не буду При этом А вдруг скажете Загнул Пусть пятьдесят Сто Ветер Она Свою Отжила Она Отработала И она Начала Рушиться Каждый год Я терял По ветке Терял 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 Еще Каким-то Чудом Вышла Вот эта Вот Боковая Сейчас Я покажу Даже Опередю Вот эта Боковая Ветка Смотрите На нем Сейчас Вернемся Вот она Видите Вот Видите Она С плодами Это Мои гости Я люблю Угощать Это Единственный Чуть Не В мире Питомник Где Сперва Пробуешь А потом Эти Садись Выгорать Вот Это Честно Это Сибирь Это Мои гости Их Было Так Много Что Не знаю Куда Они Приехали Не Помню Смотрим Дальше Вот Они Упали Вот Видите А Это Вкуснейшая Груша Воронежская Она Мне Под Этим Названием И Приехала Так Вот Она Вот Эта Ветка Внимательно Посмотрели На Низ Это Уже Нескоро Собирали Кассета Полно Вот Каким Чудом Она Не Рухнула Вот Она Справа Я Не знаю Но Мы Только Ради Этого Любоваться Урожаем И так Обрушились Одна Вторая Третья В общем Получается Четыре Рухнули Пятая Справа Жива Полюбовались Теперь Сергей Сказал Будем Пилить Я Сказал Не Будем Мне Нужен Учебный Материал Я Оказался Прав Она Сейчас После Этого Эта Вторая Года Сейчас Она Еще Пустнее Она Восстановилась У нее Полно Плодов Так А Выглядала Вот Так Вот И Вот Она После Этого Дала Магру Секреты Расскрываем Дала Огромное Количество Веток Вы Заметили Какое Главное Качество Этих Веток Два Качества Первое Можете Не Сомневаться Так Я же Не слепой Вы Не слепой Они Ладно Про Эти Крещий Материал Забудем А то Скажете Тяжелая Сильная Лекция Они Вертикальны Или Нет Теперь Берем Двадцать Второй Год Так Это Было Апрель Месяц Урожай Потом Вы Видели Вот Внимание Август Двадцать Второго Года Я Ничего Не Перевеличил Я Ничего Не Напутал Я Деревья Не Перепутал Нет Смотрим Дальше И Так На ней Появилась Дана Добрая Полсотни Вертикальных Веток Почему Они Вот так Программа Была Заложена А потому Что Видите Какой У меня Штамп Он Гибнет Он Гниет От Это А Двадцать Первый Год Был Такой Слякотный Что Я Еще Удивлялся Почему У меня Абрикосы Не Погибли Кстати На Абрикосах Самое Холодное Мокрое Чуть Не Каждый Дождь Сорочайшее Лето Ни Одного Грибочка Ни На Том Листочке На Моих Абрикосах Фотографии Видели Фильмы Видели Этот Феномен С чем Связан Вот Поняли Да Надо Прекращать На деревья Издеваться Вот Чем Он Связан А Здесь Получается Что Не я Их Отпилил Они Рухнули Сами А Дерево Погибать Не Стало Она Дала Мне Несколько Ведер Вот Но Главное Оно Себя Спасает Вот Его Главная Тайна Вот Она А теперь Вспомните С чего Мы Начали Берем И с умным Видом Отгибаем Ветки Вот Отгибает И у них Листья Стали Торчком Вертикально На той Отогнутой Ветке Я зафиксировал Этот момент Снимался Рано Фильм Фотографии Дел Эти Листья Стали Торчком А И все Эти люди Называют Себя Специалистами Вот Так Мы Раскрываем Тайны Вот Так Мне Помогает Эта Жизнь Да Сибирь Да Рухнули Ветки Рухнули Под Диким Урожаем То Есть Не Диким Три Четыре Пять Петр Вот Но Мороз Уже Дерево А Вот Такие Раны А Что Я могу Сделать Вы Скажете Делай Специальную Обрезку Я Вам Рассказывал Что У меня Допустим Берем Любое Сто Деревь Так Вот Если Следовать Вот Этим Самым Инструкциям Не Хочешь Орезать Сгибай Тогда Вырастут Вертикально Вертикально Вырастить И теперь В той Стои Орежь Не Жруйся И так Каждый Год А их Больше Каждый Год А их Больше Каждый Год А их Больше И Больше Вот Загнать Себя От Тому Что Получается Вот Это Самое Помните Я Показывал Деревья Дикой Загущенности Дикой Страшной Вот Тогда Лучше Вообще К ним Не Подходить И Пусть У меня Каждый Год Я Теряю Одну Две Треветки Из-за Дикого Урожая Абрикоса Я Потерял Треветки Развалились На части Но Это Мне Заменило Бесконечно Эти Вот Чтоб Не Было Это Еще Я Умудряются Умудряются Искоречить Дерево Только Потому Что Вот Как Раз Вот Так Они Растут Еще Будем Учиться И Учиться Здесь Я Не Надоел Вот Это Вот Это Вот У Меня Одно Из Двух Оставшихся Вы Знаете Как Я С С Лежами На Глазах Выпиливал Две Сварога Это Родственники Это Самое Груша Уссурийская Дикая Подвойная Да Вот Оно Это Дерево Я Выпилил Полностью Спилил Два Уссурийских Груши Два Оставил Ну Куда Мне их Солить Я бы Мог Науку Собжать Но Им же Не Надо Вот Вот Осередной Урожай Вот Потом Чуть Чуть Сейчас Познакомлю С Этой Женщиной Очень Важной Мы На Закончим Разговор Но Пока Эту Фотографию Влюбуйтесь Имейте Ввиду Вот Он Фундамент Любого Дерева И Вот Это Дерево Вот Оно И Вообще Бо Не Было Сибири Если Бо Не Было Привито На Сибири Сибири